Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Арза и сегодня мы посмотрим на свежевышедшую модификацию под названием Живая Зона. Данная модификация представляет из себя одну единственную локацию, то есть Припять, которая точно воссоздана, воссоздавалась она в течение 10 лет и вот наконец-то модификация вышла на открытое бета-тестирование. Теперь я с нетерпением жду, когда же кто-нибудь замутит на этой прекрасной локации, по которой я уже достаточно набегал и могу с уверенностью говорить, что она действительно прекрасная, какой-нибудь интересный сюжет. Установка данной модификации очень проста, приходите по ссылочке в описании и там все по-русски будет написано. Еще бы я вам порекомендовал обязательно скачать карту в ПДА, потому что без карты будет довольно проблематично изучать локацию на ощупь, а с картой там можно выбрать в 2К, в 4К или в 8К, как вам душеньке угодно, как говорится. Вы сможете пробежать всю эту Припять вдоль и поперек, посмотреть на все ее интересные места. Но если же у вас слабый компьютер или мало времени или еще какие-то другие причины, вы можете посмотреть на Припять в данном видеоролике. Также я хотел бы поделиться с вами некоторыми советами, фиксами, скажем так, лично от себя. Во-первых, по ссылочке в описании вам требуется скачать это обязательно для всех, скачать батничек на быстрый запуск, потому что когда я первый раз скачал данную модификацию, я, наверное, минут 10 сидел и ждал, пока эта локация запустится. Я думал, она вылетела, но нет же, это просто... Она очень долго так грузилась. Также в настройках данной модификации есть такой рендер, как... Он никак не обозначен толком, но он по качеству и по нагрузке на процессор еще выше, чем улучшено полное освещение. Но по качеству картинки я никакой разницы не заметил, а FPS у меня просел до совершенно неиграбельного, поэтому я просто побегал по локации на самых ультрамаксимальных настройках, которые возможны только для Зоу Припяти. Здесь, кстати говоря, настройки все как в Зоу Припяти, никакого графического пака здесь нет, но, как я понял, есть текстурные паки, и текстурный пак здесь осенний. Вся трава здесь довольно такая рыжая-розоватого цвета, скажем так, выглядит неплохо. Также некоторые советы от меня, как я уже говорил. Если у вас модификация лагает, и вы просто пришли на локацию, лагает, во-первых, если у вас очень слабый компьютер, сделайте количество травы поменьше, но так, чтобы хотя бы на серединке она была, потому что совсем без травы локация смотрит совершенно иначе, и в этом и вы убедитесь на собственном опыте, если вы выключите траву полностью. Также есть еще один фикс, это уменьшение дальности видимости. Если вы можете поставить его на минимум, и сразу же поймете, что с таким изменением нагрузка на ваш процессор значительно меньше, и фпс вырастет в 2-3 раза, и можно будет спокойно прибегать по городу, дальность видимости не так уж сильно на что-либо влияет. Когда я первый раз запустил данную модификацию, она у меня жрала около 13 гигабайт видеопамяти, это на полностью максимальных настройках, я очень сильно убедился, поэтому, я думаю, для запуска данного мода, если у вас 8 гигов, вам будет проблематично ее запустить, хотя, опять же, в последующие разы, когда я ее запускал, она укладывалась и в 8 гигов, опять же, наверное, это с уменьшением дальности видимости как раз от этого и зависит. Вот, друзья, в принципе, все, что я хотел рассказать о данной модификации. Здесь много говорить, долго разговаривать нечем, здесь просто одна единственная локация, это точно воссозданная Припять на абсолютно дефолтных настройках зооприпяти. Я надеюсь, что дальше в моддинге эта карта будет использоваться, очень на это надеюсь, интересные сюжеты, еще что-то, но пока что, пока что давайте насладимся видами этой локации, которые будут предоставлены дальше. Взрывая мгновенье Через сотни лет Мы растаем в пыли своих надежд, Оставляя поколеньям горький след. И в памяти лица близких нам людей, Праздник красных флагов, Звонки смерти тень, Все исчезло, Все исчезло, Остались слезы Среди камней. Растворяя осколки грез, Мы вспомним вдруг обылом, Тень ошибки из детских слез, С ней живем. Время жить, Время умирать, Не время нам о судьбе другой мечтать, Не вернуть было во вновь, Прости меня, Мой дом родной. А жизнь на экране повторяет бед, Но реальность ранит хуже всяких бед, Забывая о призвании свысока. Мертвой листвой укрыла вся земля, За стеной деревьев спрятались дома. В этот город не вернуться никогда. Растворяя осколки грез, Мы вспомним вдруг обылом, Тень ошибки из детских слез, С ней живем.